Всех приветствую! Сегодня поговорим о выборах в США. Начнем с того, что в правительстве США две официальные партии – демократы и республиканцы. Третьих партий в правительстве США нет. Как частный гражданин вы можете зарегистрироваться как демократ, как республиканец или как независимый. Но независимый – это просто означает, что вы не сторонник ни той, ни другой партии. Партий независимых в правительстве США нет. Еще раз повторюсь, там только две партии – демократы и республиканцы. Как гражданин США, и голосовать вы можете только, если вы гражданин США, если вы имеете постоянный вид на жительство, прав на голосование у вас нет. Вы можете голосовать только тогда, когда вы зарегистрировались. То есть регистрироваться не обязательно, можете не регистрироваться, если вам неохота, но голосовать тогда вы не сможете. От того, что вы зарегистрировались, к примеру, демократом, совершенно не значит, что вы не можете при голосовании голосовать за республиканца. Это вас ни к чему не обязывает. Просто надо зарегистрироваться, ну и указать партию или указать, что вы независимы. Однако в США существуют так называемые предварительные выборы. Вот эти выборы внутри каждой партии. У нас в Неваде они были, к примеру, в этом году, 15 июня. На этих выборах голосуют за кандидата определенной партии, представители этой партии. То есть, скажем, если вы зарегистрированы республиканцем, то вы можете голосовать на этих предварительных выборах только за одного из кандидатов своей республиканской партии. Вы не можете голосовать за демократов. И то же самое, естественно, относится к демократам. А если вы зарегистрированы независимым, то вы можете голосовать только за те выборные должности, которые вне партийные. То есть, которые не относятся ни к республиканцам, ни к демократам. Такие должности есть выборные, но их не слишком много. Вот, например, у нас должность шерифа, она внепартийная. То есть, если, например, на 15 июня этого года вы были зарегистрированы как независимый, вы не могли голосовать за кандидата от партии. То есть, это не конечные выборы, они предварительные, ни республиканцев, ни демократов. Но вы могли голосовать за шериф, и там было еще несколько должностей, в ассамблею, по-моему, некоторые, как независимый зарегистрированный товарищ. Объясню вкратце разницу. Я думаю, многие знают, но вкратце разница между республиканцами и демократами. Особенно сейчас она ярко выражена, но она была всегда такая. Я заранее говорю, что я очень упрощаю концепцию, но в целях экономии времени. Республиканцы, их основная идея в том, что мы все должны работать. Тот, кто работает больше, тот будет зарабатывать больше, и тот, естественно, будет лучше жить и покупать себе больше дома, лучше машины, ну и т.п. и т.д. Поэтому республиканцы очень поощряют предпринимательство, частное предпринимательство. То есть вопрос в том, что вот кто-то там начал работать, скопил денег, потом нашел какую-то дополнительную работу, потом открыл какой-то свой бизнес, и вот у него пошло дело. И да, он живет лучше того человека, который, например, выбрал для себя, вот я буду только работать вот на этой работе с 9 до 5 в офисе. Да, она платит всего 15 долларов в час, но меня это устраивает. И этот человек по своим материальным ресурсам имеет меньше дома или вообще не имеет дома. А вот другой человек, который занялся предпринимательством и работал намного больше, он имеет больше, и это считается нормально. Опять же, я очень упрощаю концепцию, но примерно так. И республиканцы, как правило, люди очень консервативных взглядов. То есть они не одобряют однополые взаимоотношения, уж тем более не однополые браки. Они не одобряют аборты, особенно после 13 недель срока. Короче, все в таком ключе. Демократы, их убеждение в том, что вот все должны получать примерно одинаково и работать не так много. Опять же, очень упрощаю концепцию. То есть в основном рассчитывать на правительство. Вот их идея, что у всех должен быть universal income, то есть примерно там какая-то сумма. И эта сумма, в принципе, обеспечивает очень даже где-то нижний, средний прожиточный уровень. Богатым на эту сумму не станешь. И вот все должны быть так равны и жить так, и всем будет хорошо. Короче, социализм. Те из вас, которые по старше возраста, мы, которые жили при социализме, прекрасно знают, что в теории это звучит очень даже интересно. На практике так не бывает. Потому что человеческая природа берет верх, и все пытаются как-то жить лучше и иметь больше. В результате начинается коррупция, взяточничество. И т.п. и т.д. Короче, вот система разделения такая. В этом году во многих штатах выборы на разные посты и очень серьезные посты. Как местные, так и федерального значения. Например, у нас в штате Невада выбирается основной, самая сейчас вот такая должность. Это губернатор всего штата. Это очень важная должность. Но у нас также выбираются представители в Конгресс и в Сенат. А это значит, что, естественно, идет борьба между республиканцами и демократами. Вот это означает, что если сейчас, и у нас не один такой штат, есть несколько штатов, где эти выборы проходят. И если сейчас в Сенат и Конгресс попадут больше республиканцев, да, это повлияет на внутреннюю и внешнюю политику всех Соединенных Штатов. Ну и, конечно, на финансовую ситуацию. Не сразу, но могу сказать, что точно повлияет. Ну и, естественно, самая крупная схватка сейчас идет за позицию губернатора. Я упоминала в прошлых видео наш шериф, который, это эквивалент начальника полиции. Именно у нас, в других штатах немножко по-разному, но у нас вот в области Кларк, которая одна из крупных областей в штате Невада, это наш шериф, потому что у нас полицейский отдел в свое время объединился с отделом шерифа. И шериф, он как начальник полиции вот всей области Кларк. В области Кларк, чтобы вы поняли, население где-то 3,3 миллиона человек, и ее площадь 8 тысяч... Так, это я не в метрической системе, извините, не могу сказать в километрах. Сейчас мне надо будет переводить, а я не помню. Ну, короче, большая площадь, большое население, входит очень много территорий, которые совсем не городские туда. И наш шериф выдвинул свою кандидатуру, баллотируется в губернаторы и имеет огромную поддержку, он очень популярен. Губернатор, который у нас уже есть, естественно, он хочет переизбраться, он просидел всего один срок, и он тот товарищ, который нас загнал, ну, в полную же, скажем точно. Это все произошло во время ковида. У нас штат в основном рассчитан на туризм, особенно Лас-Вегас, из-за казино, ну, из-за всего прочего. У нас есть кое-чего там по мелочам, но в основном туризм. Он закрыл нас на три месяца, и потом даже когда открыл, открыл частично, там, 25%, 50%, все это было очень долго. И пострадала экономика, и пострадали обыкновенные люди. И эта вина чисто его. Это ложится на его плечи, потому что, например, губернатор Флориды поступил совсем по-другому. Да, я понимаю, когда начался ковид, и все это понимают. Никто ничего не знал, было совершенно неясно. И первое движение было, ну, вот надо закрыть и всех посадить по домам. Но губернатор Флориды сделал это всего, по-моему, на три недели. И потом он быстренько понял, ему стало совершенно очевидно, что это не путь. И он все открыл. Причем открыл все везде и повсюду. И вот они прекрасно справились с задачей, их экономика в плюсе. А у нас, к сожалению, все совсем не так. И есть люди, которые до сих пор страдают от этого. И опять же, почему вина губернатора? Очень многие организации, например, организация, которая выплачивает пособия по безработице. Он нас закрыл, причем закрыл резко, вот буквально в течение одного дня. И не подумал о том, а что же случится с людьми. 250 тысяч человек в одночасье оказались без работы. Отдел, который занимается безработицей, во-первых, у них и фонда такого не было. А во-вторых, они... Там жуть что-то творилось. И вот сейчас, буквально месяц или полтора назад, человек, который был директором, время там поменялось за это время, с того момента, когда закрыли, и вот последующие четыре месяца. Там поменялось четыре директора, потому что было совершенно очевидно, что там полный беспорядок. И вот он написал, что... Причем этот человек был директором. Директором он был, по-моему, там два месяца. Не так долго, но был. То есть он был в курсе вопроса. И он написал статью, честную и откровенную. Он сказал, да, было мне очень сложно, потому что губернатор в основном ставил... Не в основном, а конкретно ставил свои политические цели впереди всего остального. Определенные группы ставил вперед очереди, и поэтому многие люди пострадали. Почему все это происходило? Потому что как раз вот в тот момент был предвыборный год, перед выборами в 22-м году, когда переизбирали президента в Соединенных Штатах, и демократы очень хотели Трампа убрать. Трамп-республиканец. Его хотели убрать конкретно. И сделали это тем, что, ну, конкретно дали взятку населению, скажем так, потому что они напечатали деньги, буквально напечатали, раздали их населению вот через эти пособия, через всякие фонды, которые, кстати, очень многие... Там было столько обмана, вот сейчас начинают вот этот весь фрод разбирать. Там миллиарды люди понаворовали, а людям, которым на самом деле это полагалось и было нужно, не получили. Там наворовали столько, что просто аж не верится, когда я читаю отчеты, репорты и смотрю на эти суммы. Так вот, они, в принципе, подкупили народ. Народ решил, о, бесплатные деньги. И, к сожалению, большая часть населения, я удивилась, но на самом деле это так, совершенно не понимаю, чем это чревато. Мне, например, было совершенно очевидно, что будет инфляция, потому что напечатали деньги, которые не основаны ни на чем. И, естественно, буквально через полтора года началась инфляция, и вот теперь все эти люди понимают, на какой ржавый гвоздь нас всех кинули, исключительно из политических соображений, своих личных. Нам от этого не лучше. А таким, как я, которые продолжали работать и никаких пособий не получали, и которые заработать не могли, потому что все было закрыто, еле-еле я зарабатывала там сколько-то денег. Хорошо, что у меня были сбережения. То мы теперь, опять же, расплачиваемся за все за это, потому что цены увеличились у всех, и инфляция распространяется на всех. Вот такая ситуация. То есть это вкратце, так сказать, фон, на котором все происходит. Теперь конкретно про выборы. Вот у нас в штате Невада. Я активно помогаю шерифу в его компании. Я волонтерствую, то есть не за деньги. Делаю я это добровольно. Хожу, стучу в двери, разговариваю с людьми, агитирую, принимаю участие во многих мероприятиях. То есть я конкретно, то, что говорят, boots on the ground. Я вот конкретно там, в поле действия. И я знаю, что происходит. Я разговариваю с людьми. Я знаю, что на самом деле люди думают, как все это происходит. А также я знаю очень многие факты. Так вот, эта избирательная кампания грязь жуткая. Я это делаю из-за того, что я считаю, что надо помочь, потому что я таки здесь живу. Да, я собираюсь уезжать в Россию, но я еще здесь живу. И чтобы помочь своему штату, который, в принципе, ко мне был очень хорош. У меня тут была совсем неплохая жизнь много лет. Я считаю, что нужно поучаствовать в выборах и как-то хотя бы пытаться изменить ситуацию. Так вот, чувствуется, ей-богу, как будто дерьма накушалась в общей сложности. Почему? Потому что ставят рекламные ролики. Ну, ложь откровенная, причем откровенная. Одно дело, если, например, какой-то политикан выставил рекламный ролик и пытается себя представить в лучшем свете, например, там, приписать себе, взять кредит за какие-то достижения, которые не его. Это, ничего хорошего в этом нету, но это, по крайней мере, понятно. Так нет, льют конкретно грязь на другого кандидата, причем врут в наглую. То есть это не просто передергивание фактов, хотя и это имеет место быть очень много, а конкретная ложь, потому что я знаю факты, ну, и многие другие люди на самом деле факты знают. Но проблема в том, что многие не знают этих фактов. И вот эта ложь, да, она, конечно, может повлиять на выборы. Почему я и принимаю участие? Потому что люди у меня спрашивают, говорят, а вот мы видели вот рекламу, там сказали вот то, другое, третье. Я говорю, нет, это неправда, не было такого. На самом деле было вот все так. Так, слушать это, ну, совершенно неприятно. И, к сожалению, выборы у нас вот 8 ноября основные, и вот до 8 ноября, к сожалению, все это придется выслушивать. Причем совесть потеряли, ну, совсем. Уже ни в какие ворота все это не лезет. Скажу, почему это возможно. В Америке нет закона, я, кстати, удивилась, когда об этом узнала, который запрещает говорить неправду в политической рекламе. То есть можно откровенно лгать, это не противозаконно. Причем это не только сами кандидаты их компаний, которые спонсируют эти рекламы. Тут есть такой вариант, когда независимые организации или люди могут организовать то, что называется PAC, P-A-C, могут организовать вот такой PAC и создать рекламный ролик за свои собственные деньги без официального, так сказать, разрешения кандидата и без его участия. На самом деле кандидаты, конечно, знают, что происходит, но очень часто их на самом деле особо в курс дела не вводят, выставляют свои ролики. Как правило, эти люди, которые денежно хотят по разным своим личным причинам, то есть им это выгодно, поддержать какого-то кандидата. А кандидаты всегда в этом случае говорят, что «А я здесь ни при чем, а это PAC выставил вот такой ролик, а я здесь никаким боком». И могу вам сказать, что у демократов денег намного больше, потому что их поддерживают очень крупные корпорации. Например, «Старбакс» поддерживает демократов, «Макдональдс» поддерживает демократов. Это только несколько примеров, там целая куча. Поэтому то, что называется «ворчест», то есть сундук с деньгами, у демократов намного больше. Но и несмотря на это, вот сейчас у нас в Неваде, по крайней мере, лидируют в вопросах по тому, кто кого будет выбирать, лидируют республиканцы. В некоторых случаях ненамного, там всего на 2 или 3 поинта, но все равно лидируют. Я очень надеюсь, что выборы закончатся в основном в пользу республиканцев, особенно выборы губернатора. Нам надо от нашего избавляться, он полная там жуть. Даже люди, которые демократы, я разговаривала с ними лично, когда ходила, стучала по дверям, так сказать, «door knocking», это так это называется в Америке. Когда ты ходишь конкретно от дома к дому и раздаешь брошюрки, ну и отвечаешь на вопросы, если у людей есть вопросы про кандидатов. Так вот, демократы, закоренелые демократы говорят, что вот наш губернатор, который демократ, его надо убирать. Вот так. Я понимаю, немножко не всем было интересно, но некоторым интересна политическая ситуация, что происходит и как происходят выборы. Всем до свидания.